Видновская библиотека Более 60 участников из 8 городов области и Москвы разыграли 6 комплектов наград. Возраст спортсменов, которые принимают участие в турнире от 6 до 80 лет. Это пятый турнир в городе Видны. Мы его первой назвали в 2019 году «Видновский дебют». Так он у нас и остался, «Видновский дебют», хотя мы уже перешли в метельшпиль. И, надеюсь, будем продолжать. Раньше мы проводили соревнования во дворце спорта, но сейчас библиотека предоставила нам прекрасное помещение. Несмотря на окажущуюся простоту, шашки являются довольно сложным интеллектуальным противостоянием. В зале собрались люди по-настоящему влюбленные в эту игру. В Ларце решили провести такой турнир. Он был для всех, для всех желающих, даже кто не умеет играть. Я решила туда пойти, мне понравилось. И вот с того момента я стала заниматься шашками. Когда мне нужно сдаваться, только идти вперед. Даже несмотря на то, что что-то не получается. Подготовка у спортсменов разная, но авторитетные игроки, присутствующие на соревнованиях, отмечали, что «Видновский турнир» неизменно привлекает сильнейших. «Уровень ребят очень хороший. Есть несколько кандидатов в мастера спорта. Даже один мастер спорта играет, который на недавно закончившемся первенстве России занял третье место. То есть состав очень представительный, поэтому очень интересный турнир с очень хорошим составом». Не случайно турнир проходил именно в библиотеке. Подмосковная федерация шашек начала активно сотрудничать с этими культурными учреждениями. «Федерация шашек Московской области как раз в конце февраля запустила проект обучения инструкторов в библиотеках. И когда мы с Владимиром Владимировичем разговаривали, мы говорили, так давайте проведем как раз турнир по шашкам в библиотеке. И руководство библиотеки очень позитивно, положительно откликнулось на это все. И сама площадка тоже очень прекрасная». По итогам соревнований четверо видновчан смогли получить призовые трофеи. Это Мария Демова и Наталья Голубенко, получившие, соответственно, золото и бронзу в категории женщины. Валерий Галиудинов, взявший серебро в категории мужчины. И Ирина Баранчикова, завоевавшая серебряную медаль среди девушек до 17 лет. Она и поделилась с нами секретами мастерства. «Я всегда, каждый день играю в определенной программе с различными людьми. Нужна целеустремленность, нужно быть готовым к тому, что придется много заниматься, и сразу у тебя ничего не получится. И на это нужно очень много времени». Максим Козлов, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова